Добрый день! С вами снова Смотрите Сами и подробный анализ событий прошлой недели. Нравится? Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, жмите колокольчик и комментируйте. Я все читаю, на некоторые комментарии даже отвечу вам в отдельном видео. Кроме того, чем больше ваша вовлеченность, тем больше людей увидят этот выпуск и узнают правду о том, что же происходит в мире. Поехали! Сектор Газа Это тоже нужно отправлять, настаивает Организация Объединенных Наций. Мол, больницам нужна электроэнергия, а генераторы работают именно на топливе. Да и в принципе, помощи нужно как минимум в пять раз больше, чем смогли привезти. Но в Израиле ничего и слышать не хотят. После стольких дней кровавых противостояний желание истребить Хамас полностью никуда не пропадает. Израиль отключил электроэнергию и подачу воды в газу. В самый первый день атаки Хамас. А также прекратил поставки продовольствия и лекарств. Жесткие меры, которые в отличие от западных санкций против России, практически невозможно обойти. Конечно, Хамас тут же обвинил в Израиль в создании гуманитарной катастрофы, атаки на мирное население Палестины. Но Хамас использует мирное население в своих как военных, так и политических целях не впервые. Ракетные установки и военные штабы в жилых кварталах – дело для них привычное. Ничего не напоминает? Только для защиты украинских граждан. И пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на Украине. Российские оккупанты и террористы Хамас ведут себя подозрительно схоже. Вам так не кажется? Прикрываются мирными жителями, используют для торгов гуманитарную ситуацию, ну и для запугивания и подталкивания переговором убивают мирное население. Может, не просто так Москва поддерживается всем? Не Израиль. Итак, всего у погранперехода Рафах застряли 175 грузовиков с лекарствами первой необходимости, едой и водой в ожидании разрешения на въезд. Прежде чем согласиться на дальнейшие поставки, власти Израиля требуют доказательств того, что после попадания в газу гуманитарную помощь не конфискует. Хамас. Все очень непросто. А как, в принципе, непросто разобраться, что к чему на Ближнем Востоке. Хамас не Палестина, а Палестина не Хамас. Не устают повторять мировые лидеры, которые потихоньку подталкивают Израиль к переговорам. Но об этом чуть-чуть позже. Переговоры о поставке гуманитарной помощи в сектор газа были крайне сложными и длились не один день. Контрольно-пропускной пункт Рафах находится между южной частью Газы и Египтом. Это единственный проход, через который израильяне согласились пропустить помощь в осажденный палестинский анклав. Другие контрольно-пропускные пункты в Эрезе и Керемшаломе между сектором Газа и Израилем были закрыты израильскими силами. Мы в состоянии войны, а не военной операции. Не устает повторять израильский премьер-министр Бенемин Нетаньяху, которому еще только предстоит ответить на вопросы, как же Хамас смог совершить столь неожиданную атаку 7 октября. Теперь правительству Нетаньяху приходится поддерживать жесткую риторику еще и потому, что придется спасать свой политический рейтинг. Хамас удерживает в плену сотни заложников, причем многие из них граждане не только Израиля, но и других стран. Гляните вот на это фото. Гражданки США Джудит Раанан и ее дочь Натали освобождены из палестинского плена в пятницу. Источники израильской газеты Хааретс рассказывали журналистам, что Израиль пропустил гуманитарную помощь Газу только после того, как их освободили из плена. А вот агентство Bloomberg пишет со ссылкой на собственные источники, что США и страны Европы даже давили на Израиль, чтобы отложить начало наземной военной операции Цахал, пока американских гражданок не освободят из плена. Тайные переговоры с Хамас об их освобождении якобы велись через Катар. В вопросе обина с заложниками Израиль ведет себя беспрецедентно щедро. За одного своего гражданина власти страны могут отдать боевикам даже тысячу заключенных в тюрьмы преступников. Правда, никто не дает гарантии, что их после этого по-тихому не уничтожит Моссад. Но это уже дело второе. Так что, думаю, американцам не пришлось прилагать уж слишком много усилий, чтобы убедить Израиль не атаковать до освобождения этих двух женщин. После того, как грузовики с гуманитаркой пересекли пункт пропуска Рафах, а ворота за ними закрылись, американский президент Джо Байден заявляет, что начались дни высокоуровневой дипломатии. Примечательно, что представитель Хамас Гази Хамад дает при этом интервью Всемирной службе Би-Би-Си, в котором рассказывает, что его группировка, цитирую, готова решать вопросы с заложниками положительно, но для этого должны сложиться благоприятные политические условия. И тут большую роль играет Катар. Высокоуровневая дипломатия, о которой говорит Байден, сейчас сконцентрирована на том, чтобы урегулировать конфликт в крохотной, но очень важной стране на Ближнем Востоке. Как нейтрально звучит урегулировать конфликт, а как ужасно все это выглядит в реальности. Расстрелы на музыкальном фестивале, похищения, пытки и казни. В любой войне крайне важно не только и даже не столько, как ее участники воюют, как то, что об этой войне говорят в мире. Если взять, для примера, войну в Украине, то вспомните 2014 год, весь мир осуждал, критиковал и тому подобное. Но Киев отчаянно подталкивали к тому, что с Москвой нужно, если не мириться, то как минимум перестать ругаться. В истории конфликта между Израилем и экстремистами все тоже не так однозначно. Весь мир, ну кроме России и ее политических сателлитов, осуждает действия Хамас и подтверждает право Израиля на самооборону и защиту своего собственного населения. Но есть нюансы. Война в Израиле как бы оттянула удачно для Москвы мировое внимание от войны в Украине. Война на Ближнем Востоке всему миру понятна давно. В головах западных людей есть четкое разделение, где добро и где зло. А вот с войной в Украине все стало понятно только после 24 февраля прошлого года. Ну это с одной стороны. А с другой, теперь США, НАТО, Израиль и Украина оказались на одной стороне мирового порядка. А вот Россия, Северная Корея, Хамас и Иран с целой плеядой стран с сомнительной репутацией с другой. Некоторые видят в этом выстраивание так называемой пророссийской, если хотите, оси. Но я вижу в этом нечто другое. НАТО, ЕС и Украина выстраивают свои взаимоотношения на основе определенных ценностей. Да, я знаю, что это слово уже у многих вызывает оскомину, но тем не менее. Ценности эти как морально-этические, свобода, демократия, равенство, так и вполне практические. Взаимная финансовая поддержка, торговля, единая финансовая система, интеграция рынков и тому подобное. Одновременно простые и сложные вещи. Ну а на чем же тогда строится так называемая ось России? Как по мне, то на принципе Баба-Яга против. С тем же Израилем, который не поддержал санкции против Москвы, отказал Украине в оказании военной помощи и высказывался по поводу войны. Крайне сдержанно Россия повела себя крайне непоследовательно, поддержав Хамас. Просто потому, что Израиль поддержали в Вашингтоне и ЕС. Просто потому, что Украина призывает мир не оставлять Израиль наедине с военной угрозой. Хотя некоторые говорят, что тут есть еще и исторический фактор. Сейчас Путин всячески восхваляет СССР, настаивает на том, что Россия перенимает ни с чем не сравнимое советское наследие. А там антисемитизм, как мы с вами знаем, цвел яркими цветами. Про то, что такое пятая графа, думаю, напоминать не нужно. Две чеченские войны, убийства десятков тысяч ни в чем не повинных людей. Теракты, от которых разит ФСБ. Все это не улучшало отношения между Москвой и арабским миром после окончания Холодной войны. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что сегодня вряд ли может идти речь о построении какой-либо оси. Это дружба против, а не за что-то. Даже если пристально рассмотреть нынешние взаимоотношения с Ираном, когда Тегеран поставляет Москве оружие, а та пока непонятно, чем его отблагодарит. Открывать секреты своих ядерных технологий Россия явно не торопится. И что в итоге предложит иранцам благодарность за дроны шахеды, пока непонятно до конца. Война в Израиле легко могла стать политическим бонусом для Путина. Выборы в Америке и во многих странах Европы и разыгрывание на них украинской карты могли бы помочь российскому президенту остановить военную помощь Украине. Ведь в ней сегодня не меньше нуждается и Израиль. Но, похоже, этого не произошло. Байден после визита в Израиль обращается к Конгрессу и просит помощи для Украины и для Израиля. Чем все это может закончиться, а также все подробности его поездки на Ближний Восток уже в следующем блоке. Смотрите сами.